Если вмешиваться в царство дикой природы, то только организованно и цивилизованно, подчеркивает руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Туризм вдали от цивилизации становится все популярнее, поэтому развивать это направление необходимо в том числе с целью снижения антропогенного воздействия на природу. Природа охранной территории занимает 13% территории страны, всего таких объектов 12 тысяч. Развитие туризма, экологического туризма и защита природы – это вещи совершенно неразрывные. А Сочи, я считаю, это очень хороший пример того, как нам нужно развивать экологический туризм. Больше 12 лет мы развиваемся, существуем, мы строим, мы принимаем гостей на территории национального парка. Безусловно, здесь есть и положительные моменты, есть какие-то отрицательные моменты. И все это является, скажем так, уже опытом, интересным опытом, который можно обсуждать. Участие в международной конференции «Экологический туризм. Глобальные вызовы. Открытие России» принял и олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Буквально накануне он стал послом Всемирной туристской организации ООН. По мнению Фетисова, для развития экотуризма, а соответственно и рекламы России, нужно использовать инфраструктуру, построенную к Сочинской Олимпиаде и Мундиалю. Это тот пример, который мы можем сегодня презентовать в меру. Это одно из тех направлений, которые сможет людей объединить. Спорт, экология и туризм – это все те три вещи, которые в этом направлении будут определяющими в ближайшее время. Политик и президент Федерации спортивного туризма России Сергей Миронов отметил, что, ко всему прочему, необходимо развивать транспортную логистику к памятникам природы. Конечно, все, что сопутствует туризму, на самом деле, вроде бы, на первый взгляд, это вещи затратные, но это же все приносит прибыль. У нас огромное количество памятников ЮНЕСКО на территории России, но мы должны сделать так, чтобы для наших, прежде всего, граждан, так называемый, внутренний туризм стал доступным. Сохранять и учитывать хрупкость природного достояния. При таких условиях в стране приступают к масштабной работе по развитию экологического туризма. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.